Привет, друзья! Меня зовут Ира. Это вторая неделя марафона «Жир вышел из чата». На этой неделе у нас уже подключается оттяжеление в виде гантелей. Также я хочу объявить о розыгрыше в 1000 рублей за самое быстрое 100 бёрпи. Это розыгрыш для тех, кто состоит в нашем телеграм-канале, поэтому все подробности я опишу там, чтобы не забирать время у других. Итак, мы начинаем нашу тренировку с разминки. Кисти рук мы кладем на пояс и выполняем наклоны головы вправо-влево. Повороты головой вправо-влево. Наклоны головой вперед-назад. Когда отклоняете голову назад, приоткройте рот, чтобы не растяливать переднюю поверхность шеи. Круговые движения головой сначала в одну сторону. И через центр поменяли направление движения в обратную сторону. Выполняем парные махи. Разминаемся. Сегодня нас ждет очень классная тренировка. Я, как всегда, для вас постаралась. Переходим на одноповторные. Наше движение становится все легче. Корпус греется. Ноги ставим на ширине плеч. Руки кладем обратно на пояс и выполняем наклоны по два раза. Со следующего повторения мы уже добавим руку, чтобы усилить натяжение. Подключаем руку и другую. Раз, два, три, четыре. Теперь правая рука идет по диагонали вперед. Чувствуем, как у нас растягивается задняя поверхность бедра. Поменяли и другая сторона. Два, три, четыре. И еще раз. Правая рука влево. Левая рука вправо. Соединяем руки перед собой и тянемся вперед. Голова смотрит вниз. Застыли и выполняем маленькие пружинки. Растягиваем бицепс бедра. Нам сейчас с вами понадобятся ножки, поэтому уделим им особое внимание. Еще пару пружинок. Отлично. Кисти рук мы кладем на таз и выполняем пять круговых движений тазом в одну сторону. И затем, когда ваш таз снова окажется в центре, поменяем направление движений в обратную сторону. Четыре, пять. Теперь остаемся на опорной левой ноге. Правую ногу мы поднимаем вперед перед собой. И разворачиваем ее через сторону. Открывая тем самым тазобедренный сустав. Стоим. Пять, четыре, три, два, один. Ногу на место. Правая опорная. Левая наверху. Стоим. Пять, четыре, три, два, один. Ставим ноги широко. И выполняем перекаты с одной ноги на другую. Супер. Задержались влево. Раз, два, три. Перекатились на другую сторону. Раз, два, три. И еще раз. И сейчас мы поменяем направление. Оп. И делаем глубокий выпад. Обремляя ногу двумя ладонями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Медленно поднимаемся. И не отрывая стоп, просто разворачивая их. Кладем руки между правой ножкой. И делаем десять пружинок. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Встаем. Стопы распределяем на ширине таза. И выполняем десять подъемов на носки. Два, три, четыре, пять. Мы почти готовы к тренировке. Я напоминаю, что для этой тренировки нам понадобятся гантели. Мои гантели весом 7 килограмм. Если у тебя нет этого веса, ничего страшного. Абсолютно в этом нет. Используй те гантели, которые тебе доступны. Также не забудь приготовить коврик, водичку, полотенце. Потому что сегодня будет такая достаточно интенсивная тренировка. Ну что ж, давай приступим к пятой тренировке марафона. Жир вышел из чата. Итак, готовимся. Первое упражнение у нас фронтальное приседание. Мы располагаем гантели у плеч. Кисти рук разворачиваем на себя. Спину не округляем. Держим лопатки сведенными. Постановка ног на ширине плеч. И начинаем выполнять приседания. Выдох наверху. Лопатки собраны. И колени у нас уходят наружу. Работаем не быстро. Потому что работа у нас сегодня с весом. Сегодня у нас силовая тренировка. Продолжаем. Осталось 20 секунд. Отлично. Заканчиваем. Кстати, так как я сейчас поставила гантели, не смотрите. И ни в коем случае все утяжеления мы поднимаем через присед с прямой спинкой. Потому что за такую выгодку, если бы ты был моим подопечным в фитнес-клубе, ты получил 100 калорий на байке. Поэтому через присед с ровной спинкой мы берем утяжеление и приступаем к этому же упражнению. Фронтальное приседание. 40 секунд. Что-то у меня уже ноги подзабились. Не знаю, как я выдержу эту вечеринку до конца. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Работаем. 5 секунд. Вы отдыхаете. Я рассказываю. Следующее упражнение у нас румынская тяга. Постановка ног на ширине таза. Лопатки сведены. И мы опускаемся ровно до того момента, как нам позволяют сведенные лопатки. Вот так вот опускаться лишь бы низко, сгибая колено, не нужно, и округляя спину. Поставились и поехали. Голова направлена вниз. Голова у нас в продолжении тела. Вот такого, посмотрите, пожалуйста. Не должно быть. Поэтому выполняем чувство натяжения, выпрямляемся полностью и делаем выдох. Не торопимся. Торопиться мы будем завтра. А сегодня мы работаем на качество. Сегодня силовая тренировка у нас. Хорошо. Продолжаем. Есть. Кладем гантели. Кому нужно попить, пожалуйста, попейте. 20 секунд у нас на отдых. Каждая неделя будет становиться тяжелее и тяжелее. Поэтому прошлая неделя была такая подготовительная. Берем гантели и готовимся выполнять второй раз это же упражнение. Лопатки, напоминаю, сведены. И мы продолжаем. Чем тяжелее гантели вы выберете для себя, тем вам будет сложнее выполнять эту тренировку. Почему я в этот марафон включила и силовые упражнения, да? Потому что для меня важно не только, чтобы вы потеряли вес, снизили индекс массы вашего тела, да? А обрели некие округлые красивые формы. Потому что мышцы, когда они у нас есть, они забирают больше калорий. То есть мы можем кушать больше за счет того, что у нас есть мышцы. Поэтому следует немножко подкачаться. Сейчас мы располагаем гантели у плеч. Приседаем. Пауза. И встаем. Выполняем это упражнение одновременно. Я говорю, когда встаем, встаем. И вы встаете. Хорошо? Без самостоятельности. Без самовольничества. Встаем. Выдох. Садимся медленно. Встаем. Хорошо? Встаем. Пауза продолжительная. 2-3 секунды. Раз, два, три. Встаем. Внизу напрягаем низ живота и кольцевые мышцы. Последний раз. Встаем. Гантели через присед с ровной спинкой. Это же упражнение мы выполняем. Еще один повтор подход. И двигаемся дальше. И двигаемся дальше. Запуталась. Запуталась. Локти выставлены вверх, приподняты. Почему? Потому что спинка округляется. Последний раз. Пауза. Встаем. Пауза. Встаем. Встаем. Только на одну ногу. На правую. Не будем менять. Только два подхода на правую ногу. Потом поменяемся. Два подхода на левую ногу. Расстояние между ног будет у нас небольшое. Не нужно так делать. И поехали. Лопатки свели. И выпадаем только на правую ногу. Повернусь лицом к вам. Лопатки сведены. Колено у нас не заваливается. Ни правое, ни левое внутрь. Оно у нас находится либо прямо, либо идет в сторону. Но не в центр, ребят. Хорошо? Супер. Еще немного. Все. Отдыхаем. Видите, вообще не сложно. Все очень доступно, легко. Особенно, если у вас 2-3 килограмма. Вообще. Вам повезло, наверное, больше всех. Но здесь мне нужно, чтобы вы отработали на качество. Хорошо? Берем гантели. Выставляем правую ножку вперед. Чуть-чуть шире постановку ног сделайте, чтобы вы не заваливались. Лопатки сведены. И мне нужно, чтобы вы делали выпад и слегка наклоняли корпус вперед. Сейчас я повернусь, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот. Раз. И наклонились слегка корпус. Но при этом не ложась на переднюю ногу. Вот так. Еще. Два раза. Хорошо. Бросаем гантели. Отдыхаем несколько секунд. И переключаемся. Два подхода. Будем работать над левой ножкой. Так. Шесть секунд. Левую ножку выставили вперед. Хорошее состояние. Только между ног выбираем. Лопатки сведены. Извините, но я буду повторять, как этот, как попугай. И, чтобы вы делали все, что не нужно от вас. Умнички. Наверху у нас выдох. Долова продолжения тела также. Нет смысла задирать голову наверх. Или опускать ее вниз. Считать под себя пылинки. Да? Есть. Следующее упражнение у нас сумо-приседания с двумя гантелями. У нас будет постановка ног широкая. Здесь будут две гантели. И будете выполнять приседания на проработку приводящих мышц. Опа. Уже пора. Вот гантели. Вот постановка ног. Стопы направлены в стороны. Здесь пауза. Важно здесь опять же не заваливать колени. Колени у нас идут по сторонам. Внизу пауза. И встаем. Сели. Пауза. Встали. Хорошо. Встали. Хорошо, хорошо. Продолжаем. Пауза. Встали. Есть. Завтра могут у тебя поболеть ноги, ягодицы. Но опять же все зависит от того, с каким весом ты работаешь. Насколько ты быстро адаптируешься к нагрузке. От того, что ты кушаешь. Очень много факторов. Есть. Поехали. Пауза. Сели. Встали. Я уверена, что у тебя спинка ровная. Ты не садишься вперед, а вниз. Колени у тебя направлены в стороны. Ты все правильно делаешь. Я за тебя не переживаю, да? Хорошо. Ребята, двигаемся дальше. 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 Девять секунд. Класс. Дальше будем выполнять. Не знаю, зачем мне коврик сегодня. Будем выполнять выпады только на одну сторону, на правую. Плюс румынская тяга. Левая нога. Уходит назад. Выполняем выпад. Встаем. Ногу приставляем чуть-чуть назад. Вгибаем правую ногу. И выполняем румынскую тягу на двой ноге. Нога пошла. Хорошо. Сзади стоящая левая нога у нас не забирает нагрузку. Она при румынской тяге расположена на носочек. Умнички. Выпад. Осталось немного поработать. Нужно выдержать до конца. Есть. Не буду даже опускать гантели, потому что эти 20 секунд пролетают очень быстро. Работаем тоже на правую ногу. Левая будет тоже отходить назад. 5 секунд. И мы начинаем второй круг. Выпады. Плюс румынская тяга на одной ноге. Хорошо. Отставили. Приставили. Хорошо, ребят. Давайте продолжим. Все так же красиво. Правая нога уже подзабита. Чувствую, как у меня тянет и годится. Но мы продолжаем. 5 секунд. Тем более осталось, и мы поменяем с вами ноги. Есть. Отдыхай, правая ляшечка. Отдыхай, правая бедрышка. Отдыхай, правая ягодичка. Идем работать на левую ногу. То есть сейчас правая нога будет делать отшаг назад. Правая нога будет приставляться. А левая будет тянуть все на себя. Поехали. Раз. Приставили. Чуть согнули. Оп. Выдох. Отставили. Выпад. Приставили. Тяга. Хорошо. Продолжили. Раз. Приставили. Угу. Есть. Выпад. Тяга. Выпад. Тяга. Продолжаем, продолжаем работать. Смотрим за тем, что при выпаде у нас колени не уходили в центр, ребят. Пожалуйста. Отдыхаем. Глоток воды, кому это нужно, мне. И мы двигаемся дальше. Следующее упражнение будет максимально отвратительное. Поэтому наслаждаемся. Отшаг назад. Хорошо. И тягу сразу же. Добиваем левую ножку. Хорошо. Продолжаем. Раз. Потянули. Отшаг. Раз. Потянули. 15 секунд на работу. Отшаг. Тяга. Тяга. Это мой злорадствующий смех, потому что сейчас у нас будут трастеры. Мы приседаем и выталкиваем гантели вверх. Должно быть одно движение. Не вот так. Вот так делать как раз таки не надо. Потому что 40 секунд мы так не сделаем. И резко за счет взрыва силы ног мы выбрасываем гантели. Вот. Одно цельное движение. Три. Ой, почему я считаю непонятно. Вот оно. Продолжаем. Давай, 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 давай. Поднимаю, что можно быть тяжело. Представляете, мне 14 килограмм. Восемь секунд. Есть. Максимально дыхалка умирает при всем при этом. Восстанавливаем. Восстанавливаем. Дышим глубоко. 5 секунд. Берем гантели. Готовимся к старту. Поехали. Постановка ног на ширине плеч. Сели и резко взорвались. Раз. Умнички. Продолжаем. 20 секунд осталось. Взорвались. Давайте. Раз. Хорошо. 10 секунд. Ребят, терпим. Ну, это жестко. Я считаю, я считаю. Я считаю, я считаю. Это было жестко. Сейчас мы выполняем выпады без веса, но внизу. Не выпрямляясь до конца. Хорошо? Я знаю, что я издеваюсь, но совсем чуть-чуть. Правой ногой вперед. И работаем внизу. Не до конца встаем. И корпус у нас немножко вперед. Немножко вперед. Зачем я это прошу? Чтобы больше у нас растягивалась ягодица правой ноги. Хорошо. Продолжаем. 20 секунд осталось. Я понимаю, что уже все горит. Поверьте мне, у меня тоже. Хорошо. Еще. Еще. Давайте, давайте, давайте. Чуточку осталось. Мы примерно в двух шагах от конца тренировки. Пожалуйста, не боли так сильно. Еще один раз на эту ногу. Да, мы не меняем. Но если ты капец как устал, можешь поменять, я разрешаю только никому об этом не говорить. Работаем над правой ножкой. Поехали. Остаемся внизу. Никакого полностью выпрямления. Особенно вставления суставов. Вот так вот. Точно не должно такого быть. Корпус, не забывайте его так же наклонять. Лопатки сведены. Округлой спины тоже быть не должно. Слишком много я от тебя прошу, да? Хорошо. Двигаемся, двигаемся. Десять секунд осталось. Боже мой, что я приготовила для тебя в конце. Стульчик будем делать, ребят. Кстати, один раз с гантелей, с одной. В другой раз во второй. Без. Без нее. Выставляем левую ножку вперед. Расстояние между ног небольшое. Лопатки сведены, корпус вперед слегка. Мы начинаем. Двигаемся. Один. Непонятно, зачем я считаю. В очередной раз. Не встаем, не встаем. Мы двигаемся внизу. Полуамплитудные такие у нас выпады получаются. Давайте, давайте, ребята. Еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть осталось. Завтра вы не сможете подняться, либо спуститься по ступенькам. Мне кажется, я тоже что-то я на вас гоню, а сама. Еще один раз на эту ногу, и мы переходим к статике. А потом вишенка на тортике. Но это будет чуть попозже. Не буду вас расстраивать сразу. Вот так. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Лопатки. Выстроили положение тела. И начинаем. Ребят, терпим. Понимаю, что тяжело. Нужно просто взять. Красиво сделать до конца. Ради нашего же блага. Ради наших красивых мышц будущих, может быть, у кого-то. Умница. Давай, давай, давай. Ах, умница. Давай, давай. 15 секунд осталось. Что, мы не поработаем, что ли? Еще, еще, еще. Чуть-чуть. Раз, два. Как там у тебя ноги? Сейчас мы выполняем статику стульчик. Без стены, только мы, только наши гантели. У меня 7-килограммовые, к сожалению. Располагаем ее у груди, берем ее за один блин. Спинка ровная, бедра параллельно с полом. Да? Вот такого быть не должно, вот такого быть не должно. Стали и стоим. Хочу там повернуться. Один раз будет с гантелью, второй раз будет без гантелей. 20 секунд терпим. Если тебе очень тяжело, сбрось гантеля, сбрось. Разрешаю. Но, всегда приветствуется терпение, труд, горение мышц, преодоление себя. Один раз, пять секунд. Пять, четыре, три. Стянули наш камень. Быстро, быстро, быстро. Через 10 секунд нас ждет примерно то же самое. Вот это вот грыни. Сели. Предпоследнее упражнение. Все, 40 секунд. И мы закончили основную часть. Дальше, что нас ждет? Что нас ждет, что нас ждет? 100 приседаний без веса. Просто 100 приседаний со своим весом. Стоим, стоим, стоим. 20 секунд. Ребят, никуда не облокачиваемся. Никакой дверной проем, никакая стена. Она нам здесь помогать не должна. 40 секунд можно выстоять. Я считаю. 9. Давай, 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 давай. Ну, это очень горячо. Сейчас мы с тобой делаем 100 приседаний. И на этом наша сегодняшняя тренировка подходит к концу. Нужен тебе пару секунд, чтобы ты морально настроился. Ставим ножки на ширине плеч. Колени у нас идут в стороны. Корпус наклоняется. И выполняем одновременное движение в коленном и в тазобедренном суставе. Лопатки сведены. Взгляд у нас направлен примерно в полуторах метрах от пола. Не приветствуется задирание или опускание головы вниз, либо вверх. Лопатки сводим. Внизу делаем паузу. Напрягаем низ живота. Встаем, делаем выдох наверху. Вот техника приседаний, если вкратце. Мы начинаем. Выполняем 100 повторений не на скорость, а на качество. Он сегодня нас. И напомню, силовая тренировка и это добивающее упражнение. Поехали. Мы начинаем. Один. Приседай вместе со мной. Я буду считать. Пауза. Встаем. Выдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Не забывай низ живота внизу напрягать. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. И одна пятая у нас уже есть. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Присаживаемся. Двадцать пять. Выдох не забывайте делать. Двадцать шесть. Двадцать семь. Двадцать восемь. Ягодицы напрягаем внизу. Двадцать девять. Тридцать. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Давай, давай, давай. Тридцать пять. Тридцать шесть. А, я вам сказала, что мы работаем без отдыха, да? Тридцать восемь. Тридцать девять. Сорок. Но допустим, все возможно, тебе нужен отдых. Ты либо меня нажимаешь на паузу, приветствуется, либо ты пропускаешь некоторое время включенное видео. Допустим, мы уже сейчас делали сорок четвертое повторение. Сорок пять. И продолжаешь вместе с нами. Сорок шесть. Сорок семь. Сорок восемь. Сорок девять. Пятьдесят половина пройдена. Пятьдесят один. Пятьдесят два. Дальше легче морально, но труднее физически. Пятьдесят пять. Пятьдесят шесть. Пятьдесят семь. Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Шестьдесят. Шестьдесят один. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ребят, уже 70 есть. Осталось 30 повторений всего лишь. 71, 72. 73, 74. Я уверена, кто-то выключил меня. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 4, 5 есть. 81, 82, 83, 84. Поехали дальше. 85. Осталось 15 повторений. 86, 87, 88, 89, 90. 10 раз. Поехали. 91, можем ускориться. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100. Мы сделали с тобой 100 приседаний. Я тебя поздравляю. Тренировка окончена. Чтобы завтра легче восстановиться, удлинить мышцы, которые мы на протяжении всей тренировки сокращали, это мышцы ног и ягодиц. Поэтому будем растягивать их. Становимся на край коврика и делаем глубокий выпад вперед. Сзади стоящая нога выпрямленная. Она все время делает маленький отшаг назад, отшаг назад, отшаг назад. Вы должны почувствовать, как у вас натянулись все приводящие мышцы. Еще, если можете, отшагивайте. Будете тянуться, вы будете это чувствовать, это приятное ощущение. Укладываем колено на коврик. Приподнимаем корпус и давим тазом вперед и вниз. Давим, 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 давим. Отлично. Правую ногу мы укладываем горизонтально относительно начала коврика. Параллельно. Вот таким образом. Поддаем на предплечье. Сзади стоящая нога вытянута, выпрямлена. И мы стоим в таком положении. 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратненько выходим из положения без резких движений. И все то же самое выполняем на левую сторону. Делаем большой глубокий выпад вперед. Левой ножкой. Правая ножка. Отшаг, 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 отшаг. Назад. Правая нога вытянута, выпрямлена. Выпрямленна. 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 Короче, вы поняли. Ровно. Хорошо. Укладываем колено на пол. Приподнимаем корпус. Давим тазом вперед и вниз. Хорошо. Приподнимаемся. Укладываем ногу. В голубя. Руки на предплечье. И стоим. 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно, без резких движений. Мы выходим из положения. Садимся на край коврика. Левую ногу мы вытягиваем. Правую мы сгибаем локти в коленном суставе. И отклоняемся назад. У нас, возможно, приподнимется нога. Наша задача устремлять ее такими маленькими пружинками вниз. И чувствовать, как тянется вся передняя поверхность педа. 5, 4, 3, 2, 1. Встаем и меняем сторону. Правая нога вытянута. Левая нога согнута в октевом суставе. Мы на предплечье располагаемся назад. И делаем 5 пружинок. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Садимся в бабочку. Стопа к стопе. Обхватываем стопы нашим замком, который мы сделали руками. Натягиваем спину. Позвоночек тянется в потолок. Как будто нас за макушку, за крючок тянут вверх. Вытягиваемся. И при этом стремимся грудью к носкам. 5, 4, 3, 2, 1. Обхватываем наши носочки одной рукой. Правая рука же устремляет правое колено вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Обхватываем. Другой рукой и левая нога устремляет. Может быть больно, кстати. Но не жалейте себя. Мы сейчас разогреты после силовой тренировки. Для тех, кто хочет потянуться, это отличное решение. Выставляем ноги вперед перед собой. И тянемся к прямым ногам. Стараясь уложить живот на бедра и сблизить голову к коленям. Уложить их. Тянемся, тянемся. 5, 4, 3, 2, 1. Встаем. Поднимаемся на ноги. Ну все. Наша тренировка на сегодня окончена. Я думаю, что заслужила под этой тренировкой лайк. Также напоминаю, что ты в любой момент можешь вступить в наш телеграм-чат. Там все самое интересное. В том числе розыгрыш маленьких, но приятных подарочков. Синдерина 1. Пока. Синдерина 1.